Прошло уже несколько дней после того, как ко мне пришли новые наушники и новый микрофон от Fifine. Да, они действительно со мной связались и предложили мне новые девайсы, от чего я отказываться, естественно, не стал. Я уже успел ими попользоваться и готов высказать свое мнение и сделать на них обзор. Кстати говоря, я пытался все красиво подснять, чтобы кадры были мои, как это все выглядит у меня, но там кадры какие-то не очень получились, поэтому, скорее всего, вставки, как выглядит этот микрофон и наушники, будут взяты из интернета, из других обзоров, поэтому, вот. Вы уже, наверное, могли заметить, что микрофон, что наушники у меня розового цвета, и это было сделано специально, потому что мой прошлый микрофон был именно розового цвета, и чтобы, так сказать, не нарушать стилистику моего канала, решил обновить сетап в розовом цвете. Кстати, название этих наушников Fifine H6. И на самом деле, за свои деньги очень хорошие наушники, мне нравится звук, нравится абсолютно все, что здесь происходит, какие фишки в этих наушниках есть, плюсом материал, из которых сделаны эти наушники, а то бишь амброшюры, довольно приятные. Здесь, естественно, все регулируется и настраивается под любого человека, поэтому, если вы боитесь, что вам что-то не подойдет, не бойтесь. Ну и, естественно, какие же геймерские наушники без подсветки? Здесь она тоже есть, она находится прямо на наушниках, я не знаю, как это еще назвать. Довольно красивые и приятные цвета. Длина провода составляет 2 метра, и подключается этот провод через USB, за счет чего, собственно, и работает подсветка. А на самом проводе расположена вот такая вот звуковая карта, наверное, я не знаю, как это честно называется, но здесь можно регулировать громкость и включать всякие разные настройки звучания. Здесь есть 3 режима звучания, которые настраиваются через эквалайзер одной кнопочкой, но я вот, если честно, предпочитаю выбирать второй режим, то и бишь игровой. Довольно басистый, довольно интересный и приятный на самом деле звук. Также есть особая система виртуального звука 7.1, которую тоже можно включать. Посередине находится круглая кнопка, на которую нажимаешь, и получается якобы виртуальный звук. Но я на самом деле не особо выкупил этой фишки. Может быть, кому-то понравится, но я не особо нахожу к этому какое-либо применение. Но, в принципе, спасибо же за то, что эта функция существует. Я думаю, что любителей на этот звук она найдет обязательно. В общем, если говорить, я эти наушники расцениваю со стороны обычного пользователя. Не как технолог-блогер, а как человек, который имел в своей жизни не так уж и много наушников. И на самом деле они меня полностью устраивают, они выполняют свою функцию и довольно хорошо звучат. Плюс им довольно удобно сидят, уши не устают, весят они немного. А если быть точнее, то 330 грамм. При этом сидят довольно плотно, из-за чего наушники, как бы ты ни тряс голову, не спадают. Ну и чуть не забыл сказать про микрофон, который тоже идет в комплекте. И, соответственно, этот микрофон можно выключать через вот эту вот звуковую карту. Ну, либо включать, как захотите. На самом деле, я не знаю, подрубил или работает сейчас звук от этого микрофона или нет. Но, по сути, должен работать. В общем, он звучит примерно так. Я сам не знаю, как он звучит, увижу это только на монтаже. Поэтому оценивайте, как хотите. Кстати говоря, наушники мне пришли вот в такой вот коробочке. А в комплекте шел еще вот такой вот чехолик. Я туда убрал уже старые наушники. Но, на самом деле, очень приятно. Спасибо за чехол. Мелочь, как говорится. А приятно. И да, я прекрасно понимаю, что вот этот микрофон гораздо хуже звучит, чем вот этот вот. Поэтому, соответственно, мне и прислали еще вот этот микрофон. А называется он Fifine AM8. И, возможно, это самый бюджетный, динамический микрофон на рынке в принципе. Я не уверен, вы можете проверить. Но мне кажется, что Fifine, они умеют делать бюджетный. И при этом хорошие микрофоны, уж поверьте мне. Я не то, чтобы им сейчас подлизываю, просто еще и до этого у меня был микрофон Fifine Apple Game. И плюсом еще до этого был Fifine K669. Как бы просто так совпало, что Fifine мне написали. Ну, они действительно мне нравятся. У них очень классные микрофоны. В общем, как я и говорил, этот микрофон динамический. И что бы это могло значить? В основном динамические микрофоны используют всякие музыканты, стримеры, блогеры. Те люди, которые делают подкасты и так далее. Их суть заключается в том, что они очень хорошо гасят эхо. Поэтому, в принципе, на них все записывают. Я не знаю, минус для вас это или нет. Но для записи на динамический микрофон, расстояние между вашим ртом и микрофоном должно быть минимальное. В комплекте к этому микрофону идет подставка. Но я сразу говорю, ребята, если вы хотите себе действительно хороший звук, то лучше покупайте пантограф, потому что высота этой подставки маленькая. И вам действительно может не хватать высоты, чтобы говорить прямиком в динамический микрофон. Поэтому, если вы хотите максимально качественный звук, то лучше покупайте сразу пантограф. Это просто совет вам лично от меня. У меня он был и сюда идеально подошел. Возможности подключения этого микрофона целых два. Вы можете подключить проводом из комплекта USB Type-C на USB. Либо вы можете докупить специальный провод и звуковую карту для XLR подключения. На этом микрофоне действительно есть разъем XLR. Надеюсь, я его правильно называю. Но я особого смысла в этом не вижу, поэтому не стал себе докупать ни того, ни другого. Да и тем более в 80% случаев этот микрофон используется через подключение USB Type-C. Также на этом микрофоне есть разъем джек, куда вставляются наушники. И можно слышать себя без задержки. Я еще это не проверял, тем более у меня наушники подключаются через USB. Ну а я и не рэпер или не какой-то там музыкант. Мне это особо и не нужно, если честно. И как вы могли уже заметить, здесь есть подсветка вот такая вот снизу. Она меняется, ее можно менять, выключать как хотите. Куда же сейчас какие-то девайсы без подсветки, правильно? Кстати, забыл сказать, что выключение микрофона происходит сенсорным способом и изменение подсветки тоже. Чтобы ее выключить, нужно просто вот здесь на лицевой стороне зажать на кнопку и она выключится. Также присутствуют две регулировки громкости, это для наушников, которые вы будете подключать к этому микрофону. И регулировка громкости самого микрофона. Ну и также в комплекте, оно сразу надето на микрофон, идет вот этот вот пэпфильтр. Единственное, что я про него действительно могу сказать, что его как будто немного не хватает. Это, наверное, единственная придирка, которую я могу сказать к этому микрофону, потому что в основном он меня устраивает вообще полностью. Ну и давайте перейдем с вами к самому интересному. Сколько же все это стоит и во сколько вам это добро обойдется? Мои наушники в розовом цвете стоят 3736 рублей на данный момент, 26 сентября. Если честно, я не знаю, я не смотрел, можно ли найти какие-то наушники дешевле за такие деньги и лучше. Если вы хотите, вы можете поискать. Но если кто-то хочет купить точно такие же наушники, как у меня, то я ссылку оставлю в описании, заходите и покупайте. Ну а если мы будем говорить о микрофоне, то цена на сегодняшний день составляет ровно 7000 рублей. Опять же повторюсь, это, возможно, самый бюджетный микрофон на всем рынке, поэтому попробуйте поискать. Я никого не заставляю покупать именно этот микрофон. Попробуйте, поищите, если найдете, я буду за вас рад. Но я попользовался именно этим микрофоном, он меня полностью устроил. Он выполняет все свои функции и, соответственно, ссылку на него я тоже оставлю в описании. Кто хочет, тот его приобретет, никого не заставляю. Ну а по итогу могу сказать, что девайсы все свои деньги полностью отрабатывают и по сей день они мне нравятся. И знаете, это не тот обзор, когда чувак обозревает, расхваливает какую-то вещь, а потом на следующий день убирает все это на полку со словами «фух, отработал деньги». Нет, я на самом деле буду этим пользоваться, вы можете это наблюдать на моих стримах, я действительно буду этим пользоваться. Все мои видосы, реакции, по крайней мере, на ближайшее время точно будут в этих наушниках и в этих микрофонах. Как-то я, по-моему, неправильно сказал. Ну да ладно, опустим. Можете заходить, проверять, я вас не обманываю, а если вам понравился данный обзор и данный ролик, обязательно подпишитесь на мой канал, дальше будет больше, интереснее. Всем спасибо, кто посмотрел, поставьте обязательно лайк, напишите в комментарии, что вы думаете об этом микрофоне. И если у вас есть уже этот микрофон, можете оставить прямо здесь отзыв, ничего удалять не буду, обещаю. Всех целую и всем пока-дова! А, кстати, забыл сказать, весь этот обзор записывался на этот микрофон, но я думаю, вы это поняли. И, соответственно, звучание, как бы, ну вы это все услышали, как бы, да, вот. Субтитры сделал DimaTorzok